В эфире информационная программа «Пульс города» в студии Ирина Исаченко. Здравствуйте! Смотрите сегодня в нашей программе. Свободная вакансия. Свой пост покидает министр строительства и территориального развития Мурманской области Андрей Изотов. Кандалакшские орудиты снова в деле. Открыт новый сезон интеллектуальной игры «Что, где, когда». Он жил и творил красиво. В выходные состоялся вечер памяти кандалакшского художника Анатолия Щербакова. Губернатор Мурманской области продолжает работу по формированию регионального правительства. Однако уже точно известно, что в его состав не войдет бывший министр строительства и территориального развития Андрей Изотов. Информацию о своей отставке Андрей Изотов разместил в социальных сетях. Как следует из короткой записи в Твиттере, сегодня он работал в должности министра строительства последний день. Стоит отметить, Андрей Изотов, пожалуй, единственный из предпринимателей регионального парламента, кто посещал Кандалакшский район регулярно. Порой даже по несколько раз в месяц. Столь частые визиты были обусловлены тем, что ведомство, которое возглавляло Изотов, курирует такие социально значимые проекты, как строительство домов в рамках программы по переселению граждан из ветхого жилья, а также строительство бассейна. Вести в эксплуатацию, которая была обещана к новому 2015 году. Новые правила продажи алкоголя. В Госдуме хотят запретить продавать спиртную лицам до 21 года. Будет ли работать закон в жизни, если его примут, или изменения в законодательстве окажутся бесполезными? Согласно опросам, уже проведенным по всей России, более 70% людей поддерживают инициативу законодателей. Но сможет ли новый закон действительно значительно уменьшить пристрастие молодежи к спиртным напиткам? Что думает население нашего города о планируемых ограничениях? Мы провели свой блиц-опрос, и вот какие получили ответы. Думаю, нет. Мне кажется, сейчас такие дети умные. Захотят купить – купят. Чтобы продавали с 21 года? Конечно же, за. Я мама двоих детей, поэтому мне очень хотелось бы, чтобы это чем дальше было. Но я считаю, что это все-таки воспитание родителей. Неважно, со скольки можно будет употреблять алкоголь. Самое главное, чтобы не было вреда здоровья. Ну, естественно, за. А можете аргументировать ответы? Ну, так как у меня, например, ребенок маленький, мне очень даже это хорошо. То есть, чтобы они там нигде не сидели, ни по подъездам, ничего. Чем позже, тем лучше. Очень хорошо. Главное, чтобы продавцы были честными. И чтобы мне вот по этим барам ничего им не давали. Вот, которые до 11, до 12. Там же все разрешено. Ну, чтобы честнее работали люди в торговых точках. Не знаю. Если честно, не знаю. Опыт, к сожалению, показывает, что с запретами ничего не добьешься. Запрещают, еще хуже. Начинают какие-то лазейки искать. Мне кажется, надо тут подумать всем. Педагогам, врачам, там, не знаю, правительству, психологам. Как-то надо этим поработать. Я думаю, поможет, потому что некоторым малолеткам просто продают в магазинах алкоголь. Я часто с этим сталкиваюсь. Но думаю, что поможет. Но это надо чаще проверять те магазины, где продают малолетним алкоголь. И главное, чтобы, когда покупаешь алкоголь, паспорт всегда круглый для себя. Но есть такой момент, кто хочет выпить, то всегда найдет, где найти это. Знать о том, что продают и после 11 часов частные лица, это всем известно. Но среди молодежи, учитывая их режим дня, то есть все равно в вечернее время не находятся дома, я думаю, что это поможет. Я думаю, что эта личная позиция должна у продавцов, соответственно, у граждан, которые могут видеть ситуацию, когда подросток покупает алкоголь. Старюсь уже спросить наказание за продажу алкогольной продукции. Штрафы? Более жестокие, не менее, тем все. Можно бы какую-нибудь административную ответственность вести за это все. По результатам опроса большинство людей высказали положительное мнение о новом законопроекте. Многие считают, что для его осуществления нужны прежде всего профилактические меры. Организация для молодежи мероприятий антиалкогольной направленности. Есть предложения об ужесточении наказания за продажу алкогольной продукции путем увеличения размера штрафов. Ни для кого не секрет, что во многих магазинах в нарушении закона продают пиво, а иногда и что покрепче после 23 часов. Люди надеются, что меры, предпринимаемые правительством, помогут отрезвить наше общество. Далее новости короткой строкой. В Кандалакше на базе ДК «Металлург» состоялось открытие клуба национальных культур соседей. Главная цель его объединить представителей разных культур и национальностей, которые проживают в нашем городе. Первая встреча была посвящена поморам. Пришедшие на вечер дружбы смогли за чашкой чая в комфортной и уютной обстановке познакомиться с поморским бытом, творческим наследием представителей этой народности и просто пообщаться. Детская спортивная школа «Кандалакше» стала одним из лучших в регионе учреждением дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. Конкурс проводило Министерство образования Мурманской области совместно с Комитетом по физической культуре и спорту. Особо отмечена также и тренер школы Олимпийского резерва по натурбану Елена Мелевич. Она признана лучшим тренером-преподавателем в номинации мастерства. Учиться никогда не поздно молодые мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут получить новую специальность за счет государства. Вопросом профессионального обучения будет посвящена акция «День открытых дверей». Ее проводит Кандалакшский центр занятости. Более подробную информацию можно будет узнать 12 ноября с 10 до 16 часов по адресу Пронина, 22А. С будущего года в Мурманской области планируют ввести безналичный расчет за проезд в общественном транспорте с помощью специальных электронных счетчиков, так называемых валидаторов. Такой способ взимания платы за проезд, читают авторы инициативы, позволит точно учитывать количество поездок пассажиров и любовников и сократить размер компенсаций, которые выплачиваются транспортным предприятиям. Региональные и муниципальные власти ждет финансовая ответственность за неисполнение программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. В частности, предлагается субъектов страны, не выполнивших свои обязательства в текущем году, взыскивать по 5000 рублей за день просрочки расселения одного помещения. Интеллектуальный клуб «Что, где, когда» вновь распахнул свои двери для самых умных. Здесь состоялась очередная встреча эрудитов. В игре приняли участие 13 команд. Это школьники 10-11 классов и представители городских организаций. 8 ноября был дан старт новому сезону интеллектуальной игры «Что, где, когда». Как и предыдущие годы, в зале «Дюдстровестник» собрались школьники, учащиеся 10-11 классов и молодежные команды. В игре приняли участие как уже опытные знатоки, так и новички. Им предстояло дать как можно больше правильных ответов на вопросы, подготовленные организаторами и самими командами. У нас появились новшества, нововведения сегодняшней игры. Это у нас три вопроса предмета, которые нам любезно предоставил музей нашего города. Видео вопрос, который записал Центр гармонии, команда, которая участвовала у нас сегодня. Маскировочная сетка финского бойца, маска летчика и солдатский медальон. Именно эти экспонаты предоставил музей истории города Кандалакша. Вот только не всем знатокам удалось их правильно назвать. Но, как признаются сами участники, не столь важна хорошая подготовка, сколько хорошее настроение команды. По итогам первой игры в лидерах идут команда Логика Шрёдингера из второй школы и команда Тёплый Север. Следующая встреча Эрудита пройдет 6 декабря. Экипировка пловцов нехитра. Плавки, шапочка, очки и на старт. В субботу в рамках третьей спартакиады трудящихся команда предприятий и организаций города приняли участие в соревнованиях по плаванию. Кому покорилась водная стихия, об этом вы узнаете далее. И снова трудовые коллективы нашего города вышли на старт, чтобы побороться за звание лучшей спортивной команды Кандалакши. Минувший этап спартакиады прошел бассейн на базе 10-й школы и включал в себя две дисциплины. Заплыв на 25 метров для женщин, для мужчин 50 метров и командную эстафету. По предварительным результатам первой оказалась команда образования, на втором месте – таможня, на третьем – ТЧ-27. Не за горами следующий этап. В декабре состоятся лыжные гонки, но, как отмечают организаторы, многое будет зависеть от погодных условий. В минувшие выходные в городской библиотеке номер 3 прошел вечер памяти Анатолия Ивановича Щербакова. В этот день собрались те, кому особенно дорога память о нем – близкие друзья-коллеги. Премьера книги «Где бы ни был, все равно приду сюда» стала первой ласточкой в честь памяти художника с большой буквы. В предисловии издатель, член Союза журналистов России Василий Палович Горкотин признается, что писать о хороших людях легко и сложно. Легко, потому что как-то по-особому просто, без натуги, а сложно, боишься упустить очень важное об этом человеке. То, что непременно должен знать читатель. Почему выбор пал на Анатолия Ивановича, Василий Палович объясняет просто. Анатолий Ивановича Щербакова, я знаю, наверное, больше 30 лет. И когда появилась идея у издательства сделать серию книг «Жизнь замечательных людей», у нас тут ненавязчивый такой знак есть. И, естественно, идея о создании первого выпуска именно о Щербакове, она как бы и не обсуждалась долго. Презентация книги стала по-настоящему вечером памяти. Ведь каждому, кто пришел в библиотеку, было что сказать о талантливом педагоге. Супруга Анатолия Щербакова и дети в теплых словах вспомнили прекрасные годы, которые они провели вместе. Представив на суд зрителей философскую картину «Аллегория», в которой отражены самые приятные моменты семейной жизни художника и его семьи, коллеги выразили слова благодарности в адрес этого доброго, скромного, интеллигентного и творческого человека. На протяжении всего вечера гости смогли насладиться мягкостью и воздушностью работ автора, а также этюдами его учеников. Стихи, музыка и романцы скрасили памятный день в честь художника, дарящего высокое искусство акварели. Выставка «Бесконечный огонь его души», на которой представлена книга «Где бы ни был, все равно приду сюда», работы автора реквизит фотографии и многочисленные награды Анатолия Ивановича. Это все новости на сегодня. Далее реклама и прогноз погоды. А я с вами прощаюсь. Увидимся завтра в это же время. Всего доброго. Встречайте зиму в роскошной шубке из натурального меха. Новая коллекция, оригинальные модели и высокое качество по приемлемой цене. В ДК «Металлург» открылась выставка продажи меховых изделий фабрики «Зимняя сказка». Торговое предприятие «Зимняя сказка» работает на рынке натуральных мехов уже более 10 лет. За это время число постоянно действующих передвижных экспозиций увеличилось. Все больше опыта и собственных наработок. Шубы от «Зимней сказки» элегантные и в то же время носки и удобные. Соотношение цена и качество, а также оригинальные модели уже оценили кандалакшские модницы. Я могу показать вот такую модель. Она подойдет как и автолюбительницам, так и для повседневной носки. И уникальность в том, что можно отстегнуть низ, и она будет очень удобна, если не ездить в машине. Покупая зимнюю одежду, все мы стремимся к тому, чтобы она была красивой и оригинальной. И, конечно, соответствовала модным тенденциям. Все эти условия соблюдены в ассортименте фирмы «Зимняя сказка». На выставке продажи, которая работает в ДК «Металлург», кандалакшским модницам есть из чего выбрать. Надежной и долговечной защитой от холода и сырости станут красивые носки и шубы изнутри. Изделия из норки – отдельный разговор. Во всем мире шуба из норки – символ роскоши, вкуса и достатка. Они уже давно пользуются у кандалакшана к большим спросам. Мех норки – легкий, теплый, ноский, благородный. Он обладает богатейшей палитрой натуральных цветов. Помимо шуб на выставке представлен широкий ассортимент дубленок, меховых жилетов, головных уборов, детских шубок. Приобрести удобную и красивую вещь можно по выгодной цене. Ну а для тех, кто не готов осилить оплату покупки за один раз, предусмотрена возможность приобретения шубы в рассрочку или кредит. Выставка «Зимняя сказка» будет работать в ДК «Металлург» по 12 ноября включительно. Посетить ее можно с 10 до 18 часов.